приветствую друзья всех на своем канале сегодня у меня ноты 2 разобранном виде и будем менять контроллер питания модель n7100 все уже знают старые добрые ноты вот принесли мне сервиса пытались заменить дисплейный модуль вот и и телефон погас так не объяснили по крайней мере телефон погас точнее не погас погас экран вот телефон включался были звуки но сам экран не загорался почему-то они решили что проблема в контроллере питания то него сняли был под компаундом видите да покажу поближе грубоватая работа получилась у них вот и теперь они его сняли поставили заново и теперь он вообще не включается я заказал новый сейчас мы с вами попробуем заменить на город контроллер питания на ноты 2 макс 7 7 6 8 6 заказывал я заказывал я через али по моему они заказывали через ebay его заплатил 12 евро вот три дня пересылки с европы идет намного быстрее по моему с германия заказывал уже не помню германии с англии с италии идет намного быстрее два-три дня ну я имею к нам работаем в испании в европе и поэтому не знаю не знаю насчет россии как и что украины смотрим я смотрю под микроскопом на всякий случай мало ли что нормальный вроде контакты на месте ровно красиво мат 7 7 6 8 6 где маркируется он так сейчас я открою схему на всякий случай пока поставлю на паузу открою схему и продолжим снимать и так продолжаем снимать открывал я схему для того чтобы убедиться в правильности его расположение мало ли как вы могли поставить могли воткнуть перевернуть зажимаем держак так вот у нас должен стоять контроля . находится вот здесь вот так снимаем ставлю 280 градусов термофиль и так Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Продолжение следует... Снимаем... Зачищаем... У нас еще и пятаки отсутствуют... Одного пятака нету... Вот здесь вот... Второго... Надеюсь, они не активные у нас... Продолжение следует... Предпочитаю зачищать только паяльником... После этого проверяю под микроскопом... Контакты... Не всегда пользуюсь оплеткой... Вот такой вот... В редких случаях... Когда... Меняем... Микросхему БГА... Большого размера... Допустим... Как флэш-память... Или как процессор... БГА маленького размера... Такие вот... Как этот контроллер питания... В принципе... Можно... Зачистить паяльником... Смотрим под микроскопом... Что у нас там... Все уравняли красиво... Да... Одного пятака нету... Два... Трех пятаков у нас нету... Вот один я вижу неактивный... Два других похожих тоже... Обычно отрываются неактивные пятаки... Всегда... Это говорит о том что... Без них... Все будет работать... Не все пятаки... На микросхеме БГА... Коннектятся... К чему-либо... Есть пустые... Итак... Зачистили... Добавляем флюс... Ставим... Микросхемку... Еще раз... Убедитесь в правильности направления... Уравниваем по меткам... Включаем фен... Уменьшаем давление воздуха... Чтобы... Контроллер не слетел... Приблизительно... На половину... Грейм... Сдувает... Уменьшим еще... Или можно просто... Подержать... Вот таким способом... Аккуратно... Не шатая контроллер... Чтобы он... Как говорится... Убел... Вот так как... Θатенька... Там... Я могу... Убделить... Еще... Добавляем... Готов... gw... Аккуратно... Все вернули, микросхемка дернулась, встала на свое место. Подождем пока остынет немного, прочищаем, продуваем специальным раствором. Остужаем, очищаем. Продуваем. Так, давайте проверим, что мы там напаяли. Вставляем системную плату. Так, сейчас я найду от него батарею, две секунды, потому что телефон был у меня завернут в пакет, разобранный. Батарея. Вот у нас батарея. Проверим, что 3,40. Вставляем зарядное устройство. Смотрим, что у нас получилось. Не вижу никакой реакции. Проверим. Подсоединяем к блоку питания. Еще и кнопку у нас убили. Телефон включился. Вот в чем была проблема, видите, белый экран. По крайней мере, прежнюю проблему, последнюю проблему этого телефона мы решили. Телефон теперь включается. Телефон включается. Контроллер питания заменен. Правильно. Сейчас проверим, заряжается ли он. Я думаю, что заряжается. Видите, да, зарядка идет. 357, 356, 57, сейчас будет 58, 58. Итак, друзья, контроллер питания мы заменили. С белым экраном, что делать, что делать, решим немного позже. Возможно, что сниму видео. Оригинальный экран, который стоял на этом ноте, работал. Возможно, техник, который ремонтировал, что-то задел, что-то сломал. Этот вопрос мы решим. Итак, друзья, всем спасибо за внимание. Удачи в ремонте. И до новых встреч.